Добрый вечер, Константин. Добрый. Сразу начну с моего любимого разговора о полезных привычках. Я, когда шёл в студию, обратил внимание, что вы принимали дозу никотина прямо у дверей. Прямо на улице. Прямо на улице. У вас же запрещено. У нас в стране скоро будет запрещено. Вы обогнали закон. Скажите, а как с этими привычками за океаном? Ведь в Америке вообще нигде нельзя выдохнуть никотина. Не только в Америке. Ну да. Вы же американский актёр. Даже уже и в Прибалтике существуют очень жёсткие законы. Нет, ну если хочется, всегда можно найти и место, и время. И люди, которые, в отличие от нас, живут более спокойной жизнью и размеренной, и считают, что если нельзя, значит нельзя, и никто не будет, то всегда можно успеть напакостить за буквально считанные секунды, минуты, пока люди поймут, что ты делаешь совершенно противозаконные вещи и спокойно уйти. Но это же не разбой, не убийство, не что-то ещё. Это просто вред самому себе. Как я прекрасно понимаю. Естественно, будет банально говорить, что я как Марк Твен. В смысле, легко бросить курить, потому что раз делал это. Да, но так или иначе, всё равно мысли, если не каждое утро, то через утро приходят подобные. Но я думаю, что всё к этому, тем более, что уже пара крестовых походов было удачных. Так. На полгода я, скажем так, оставался абсолютно свободным человеком. А не снилось? Было и снилось, по первости снилось. Но это такой же курильщики меня поймут, и те, кто бросил курить, тоже меня поймут. Не курить — это такая же радость, и такой же кайф, и такой же драйв, когда ты куришь. И то, и другое одинаково прекрасно. Я ведь про Америку неспроста спросил, потому что всё зависит от того, в какой степени курильщик. Потому что ваш киноначальник новый, Иван Иванович Демидов, я помню, что после перелёта в 12 часов как раз в Калифорнию, он просто, не взяв багаж, выбегал на улицу и лихорадочно принимал 2-3 палочки здоровья. Вы нормальный трансатлантический перелёт переносите? Знаете, я абсолютно спокойно. Я спокойно отключаюсь, и эти 12 или 15 часов перелёта, у меня даже не возникает мысли об этом. То есть вы такой ритуальный курильщик, получается? Видимо, да. Соответственно, я не совсем конченый в этом смысле. Ну да. А как давно вы курите, когда начали? Давно. Ну, давно, в школьные годы, в студенческие? Ну, скажем так, серьёзно, наверное, лет с 13. А серьёзно это как? Это сколько в день? Ну, регулярно, скажем так. Лет с 13. Хорошо. А вы обращали внимание, как человек, который работал и в Голливуде, и в Москве, вот профиль привычек у актёров заокеанских и наших, одинаковый набор? Ну, как бы, никотин, алкоголь, ну, что-то может быть ещё? Или есть какие-то в этом смысле различия? Нет, вы знаете, мне кажется, одинаковый. Одинаковый, да? Я не так много работал, как многие говорят или думают. А просто, да, да, сложился имидж такой, что... Да, да, да. Кобецкий это вот... Это не моя заслуга, это заслуга средств массовой информации. Кому-то спасибо, кому-то не скажу спасибо, но так или иначе. Вы знаете, многие актёры, коллеги, с которыми я... Вы куда-то пошли, да? Не-не, я вас слушаю. Нет, я поймать животное. Многие коллеги, с которыми мне посчастливилось поработать, ни вы, ни я, ни основной зритель не знают их собратной, скажем так, с бытовой точки зрения. То есть они выходят, они пиарятся, они делают фотосессии, они снимаются в кино и так далее. Но как они ведут себя в жизни, какие у них вредные привычки, связанные с табакоупотреблением, с алкоголем и так далее и тому подобное. Для меня многие открылись с лучшей стороны, скажем так. Я понял, что живые и живые, нелишённые вредных привычек, с хорошим чувством юмора, с хорошей самоиронией и так далее. Я вот просто объясню появление Лёвы. У нас есть такая фишка, как принято говорить, фишка называется в программе. Мы пристраиваем, не пугайтесь, не гостям передачи, а зрителям передачи бездомных... А, это бездомный, да? Да, да, он бездомный, его, к сожалению, бросили прямо на дачу, он пытался в машину залезть. И потом, когда люди приехали спустя неделю или две на даче, он там по-прежнему сидел. То есть, вот они пытаются его отдать в хорошие руки, потому что не готовы взять его в свою городскую квартиру. Поэтому мы скажем, что Лёва общался непосредственно с самим Хабенским. И под это дело мы пристроим. Я знаю, вам нельзя, потому что у вас, видите, собака. А что с собакой? Дворняга из приюта. Так, тоже из приюта, да? Из приюта, да. Как давно? Шесть лет. А в детстве были животные? Конечно. Что значит, конечно? Ну, конечно. Я просто не могу ответить по-другому, потому что с детства у меня либо коты, либо собаки не параллельно, но последовательно были. Началось все с котов, с кошек. Потом, когда я переехал на север, там уже собаки. Северные, мощные дворняги. Я, конечно, знаю, потому что готовился. Там все неправда. А все неправда? Или почти все. Ой, я так люблю разоблачать неправда. Давайте скажем, что там неправда. Ну, вы задавайте, вы подготовили? Ну, вот я сейчас прямо пойду по списку и выяснится, что там все правда. Мне так нравится разоблачать. Ну, может быть, наткнемся на какую-то имену. Нет, ну, насчет севера. Когда вы переехали на север, расскажите. Это было с первого по четвертый класс. Родители, тогда еще был Советский Союз, и родители поехали зарабатывать так называемые северные. Для того, чтобы купить в Ленинграде, тогда еще Ленинграде, хоть какую-то квартиру побольше, чтобы мы все... Да, кооперативно. Ясно. У вас есть вот, ну, ностальгия по каким-то вещам, которые ассоциировались с империей, то есть с Советским Союзом? Что-то вы считаете напрасно было сделано в смысле деконструкции СССР? Ух, я... Вот сейчас я не готов и даже не хотел бы браться по поводу размышления, что напрасно перестроили, переиначили, потому что разобрали-то очень хорошо по винтикам все. Ну, да. Как я понимаю. То, что касаемо меня, наверное, да и театр разобрали по винтикам, по большому счету. Так. Вот, и то, о чем, предположим, горячо мой любимый Олег Павлович пропагандирует... Олег Павлович Табаков. Табаков, да, говорит, что театр — это дом. К сожалению, сейчас это невозможно. Разве? Ну, сейчас это невозможно. Ну, разве Табакерка сейчас не дом для всех, кто имеет... Есть какие-то исключения. Была мастерская Фоменко, сейчас, наверное, мастерская Женовача. Есть еще какие-то в хорошем смысле секты театральные, но основной театр — это гонка за заработком, естественная заработки актеров на стороне. Ну, это уже невозможно. Тем домом быть невозможно. Это что-то другое. Это какой-то вокзал, где собираются, опять разъезжаются. Но нужно иметь, скажем так, достаточно технической подготовки, скажем так, достаточно серого вещества в голове, достаточно чувства самоиронии и так далее и тому подобное, для того, чтобы, собравшись на этом вокзале, выдать какой-то хороший продукт для зрителя и опять разбежаться, чтобы то, что вокруг нас витает и то, что отвлекает нас или, наоборот, призывает к каким-то другим великим свершениям, не мешало тому, зачем приходят зрители в театр. А смотрите, вот раньше актер, он был актер-актер, то есть вот он занимался актерской деятельностью, а сейчас актеры многие, они вот занимаются еще и общественной деятельностью, которая раньше, в общем, цеху вашему в советские времена, мне кажется, не была имманент. Но, допустим, сейчас очень многие занимаются благотворительностью, у вас же тоже есть фонд, расскажите об этом фонде, а потом мы поговорим о том, вообще, зачем это актерам и откуда это взялось. Ну, хорошо, я просто, мне кажется, были исключения и Лавров, и Кобзон, и, по-моему, Ульянов, я могу сейчас ошибаться, они же входили в свое время, тогда это была не Дума, а съезды депутатов, но они занимались общественной деятельностью. Вот фонд Константина Хабенского, такого вот раньше представить было сложно. Почему? Не было необходимости в такого рода институтах? Или что это? Раньше? Наверное, немножко по-другому. Я уверен, что те или иные мои коллеги так или иначе помогали. Либо своим коллегам, либо больным детям, либо еще какое-то направление, те же, наверняка, да и уверен, те же истории с брошенными собаками, с приютами и так далее, так или иначе помогали, но это был, наверное, черный кэш, личные заработанные деньги, которые раздавали, и это было проще. И сейчас это проще, на самом деле. И сейчас помогать людям просто конвертами намного проще, чем официально помогать. Но вы же официально помогаете, и, допустим, в вашем случае, это не потому, что вы здесь сидите, а потому что вы просто реально мне симпатичны по-человечески, хотя, в общем, вас я первый раз вижу, ну, такие ощущения. То есть, вот в вашей истории, допустим, я не сомневаюсь, что это, видимо, были какие-то причины для того, чтобы вы вписались конкретно в это дело. Да, значит, не хотите говорить об этом? Я расскажу. Все началось очень просто и очень печально, когда моя жена Настя заболела, и у нее нашли опухоль в голове, для того, чтобы не замыкаться на себе и на болезни. Я понял, что нужно сделать фонд официально открыт, для того, чтобы она занималась подобными себе, и чтобы поддерживала. Это в Америке очень используются вещи. Да, я знаю. У нас, скажем так, это очень закрытая тема, и нет такого широкого оповещения и общения друг с другом, как больных, так и здоровых людей. Немножко замкнутое пространство. И я решил открыть официально, сделать фонд официально, чтобы Настя помогала таким же больным, но детям. И она начала заниматься этим. Одному ребенку мы помогли, девочка, Маша Потапова. Она сейчас жива. Она жива благодаря той помощи, которую организовал фонд. Она жива благодаря Господу Богу и нашей медицине. Понятно, да. Но так или иначе, мы начали помогать и до сих пор держим руку на пульсе. Мы, я говорю, уже фонд. Ну да, я понимаю. Дальше уже Настя не успела, присоединилась к большинству. Дальше я понял, что нужно вести, иначе грош цена вообще всяким нашим начинаниям. Но политика партии, скажем так, фонда была такова, что лучше одна взятая жизнь, нежели распыляться и бегать. Поэтому никак не пиарились, никак не заявляли о себе, а тихонько работали. Свои деньги, деньги ребят, которые имеют возможность пожертвовать. Металлургический комбинат. Ну, в общем, есть друзья, к которым можно обратиться. Четыре года мы существовали. Сейчас я понимаю, что есть время, есть желание, есть возможности выйти на другой уровень. Для этого нужно просто зарабатывать, фонду зарабатывать, собирать больше денег. Вы знаете, что меня смущает? Не в конкретно вашем случае, а вообще в том, что, как мне кажется, образовалась какая-то вот мода на вот после того, как... Это самое страшное. Это самое страшное, я вам скажу. Вы знаете, вот ваш коллега Гоша Куценко, я был свидетелем, не смог даже произнести название своей вот этой вот организации, своего благотворительного фонда. В общем-то, оно, наверное, даже и не обязательно, но как-то это вот меняет то, что называется словом обломало. Как-то есть такое... Тем не менее, даже если он, может быть, находясь в несколько возбужденном эмоциональном состоянии у вас на программе... Нет, это не в программе было, это было на презентации. Ну, неважно. Тем не менее, он занимается этим. Он занимается детьми-аутистами, насколько я понимаю. Не только аутистами, по-моему, связано с координацией движения. Я сейчас тоже могу забыть. Ну да, да, да. Ну вы и не обязаны. ДЦП-шники. ДЦП, да. Вот. Тем не менее, он этим занимается. Тем не менее, он, и тот же Гоша, и все наши коллеги, это не мода. Предположим, когда с фондом «Подари жизнь», Чулпан, судился определенный, тоже благотворительный фонд, который висит по всей стране и так далее. Так как мы все этим занимаемся и собираем это из крупиц, отношение к тому, чем мы занимаемся. Да, поэтому мы все приехали на этот суд. И Женя Миронов, и Водянова, и Дина Корзун, я прилетел. Мы все собрались для того, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые, вместо того, чтобы совместно налаживать вот то, что можно сдуть, да, занимаются непонятно чем. Хорошо. Мы сейчас как-то можем конкретно помочь, вот озвучить какие-то, может быть, акции, которые вы намерены в рамках вашей деятельности проводить? Да, я скажу очень быстренько. Не, не надо быстренько, говорите, как вам комфортно. Насколько это возможно, да. Вот наша первая акция будет 16 марта в парке Горького, в Центральном парке, на Катке. Вот, так как я на коньках не стоял с 8 лет, то я попросил, а участвовать мне там необходимо, при всем моем умении или неумении, вот, я попросил мою хорошую знакомую Иру Слуцкую для того, чтобы она провела и для меня в том числе мастер-класс, скажем так, выхода на лед и обучение скольжению или ходу или прыжкам, как получится, как пойдет. Вот, и 16 марта как раз будет конец Масленицы и закрытие катка 16-го, 17-го. Вот два дня, но начинаем с 16-го, хочется всех пригласить, поучаствовать в этом мероприятии, получить удовольствие, а треть от стоимости билета, от каждого, пойдет в фонд, как раз с детям. А уже репетировали вы выход? Нет, я буду репетировать, это будет онлайн, в прямом эфире. Откуда вы, кстати, знакомы? Каким образом, с вашим тренером? Мы познакомились с тренером, ну, во-первых, я вообще восхищаюсь теми спортсменами и людьми, ну, если мы говорим о спорте, да, которые делают то, что, ну, это какие-то потрясающие вещи, то, чего я не умею в любом виде спорта. Вот я сижу, открыв рот, и не могу оторваться. Фигурное катание, биатлон, как это называется? Керлинг? Да, керлинг. Шахматы сложнее, там сложнее. Теннис. Без разницы, вот то, что я не понимаю, как это делается и как это возможно, вот я не могу оторваться. У Иры прекрасно, я еще по телевизору увидел на Олимпиадах эту шикарную улыбку и так далее, так далее. А познакомились мы на первом, по-моему, да, на первом ледниковом периоде. Я приехал поддержать мою актерскую братья, и вот там мы познакомились на льду, вот было такое короткое знакомство, а потом как-то вот стали созваниваться, встречаться где-то на фестивалях или на премьерах. Один ваш коллега, поскольку он это говорил уже после эфира, то я не буду его озвучивать имя, он сравнивая, опять же мы возвращаемся к заокеанским реалиям и к Москве, он сравнивая голливудскую школу и голливудские манеры и голливудских актеров с нашими, сказал, что они там все умеют, они умеют петь, они умеют танцевать, и петь они могут вживую, и все готовы себя озвучивать, а у нас вот такая в кино театральная манера так переигрывать несколько. Вы можете как-то прокомментировать вот такую дефиницию? Значит, я поспорю, я поспорю просто, у нас тоже огромное, как и там, у нас тоже огромное войско моих коллег, которые неправильно обучены, на мой взгляд, недоучены, научены не тому, вот по-разному. И там тоже достаточно. Просто, наверное, если задаться, опять же поставить перед собой задачу и задаться целью, петь, плясать и так далее, мы возьмем себе репетитора, мы будем ходить, заниматься этапами. Ну, как репетитор, есть же такие компоненты, как там голос, слух, которые даются. Это нарабатывается, это нарабатывается, есть специальные... Ох, я вас сведу вот с вашим оппонентом. Я сейчас после вас пойду на занятия вокалом, потому что у меня через день, через два, начнется озвучание многосерийного художественного фильма о Петре Лещенко. Я взял на себя такую наглость, никогда... Вы играете главную роль? Пытаюсь, да. Пытаюсь, пытаюсь. Никогда, так сказать, не блистая вокальными данными, я взял на себя наглость попробовать пропараллелить свою персону по вехам и по этапам Петра Лещенко и, скажем так, попробовать свои вокальные данные, скажем так, актерско-вокальные данные. А поподробнее, вот здесь про Лещенко мне интересно, там же кастинг, наверное, был основательный. У кого вы выиграли это соревнование? По-моему, мне ни у кого не пришлось выигрывать. То есть вы единственный человек, который рассматривался на... Режиссер Владимир Кот предложил мне сразу, мне предложил эту работу, мы долго воевали. Я сказал, что одно из условий, это, пожалуйста, мне нужен именно человек, который очень хорошо понимает вокали, чтобы он меня послушал и дал свою оценку, годен к строевой, или безнадежно уже все нужно ставить крест и искать другого. Я не буду сейчас говорить, кто еще предполагался на эту роль, но вот так я подумал, почему бы и нет, почему бы не дерзнуть. Тем более результат поставили троечку, сказали, что можем вытянуть, что-то можем придумать. При этом, если бы я брал уроки вокала чуть больше до начала съемок, я бы отказался. Я бы отказался, потому что это совершенно другая техника, это совершенно другое дыхание. В спектакле «Трехгрошовая опера» в Московском художественном театре, где я произношу тексты и исполняю роль Мэкки Ножа и пою зонги, мне казалось, что я пою. Пройдя путь фильма о Петре Лещенке, я понял, что в спектакле я не пою, а вот здесь попробую научиться хоть как-то подиапазонить и похулиганить, потому что повторять манеру и, опять же, диапазон, как попытаться с ним сравниться с самим оригиналом бесполезно, поэтому нужно делать что-то свое, какой-то свой образ певца, хулигана, непонятно как уживавшегося и с одной, и с другой властью, и с богом, и с чертом, и с женщинами, и с самим собой. Вот это было интересно. Последний вопрос. Беседовала с Машей Голубкиной как-то, и она меня задачила совершенно заявлением, категорическим совершенно, что все мужчины делятся на четыре категории. Это козлы, самые распространенные в ее трактовке, это псы, это свиньи и это коты. Вот игнорируя присутствие здесь Лёвы, как заинтересован, абстрагируясь от него, скажите, какой из этих четырех категорий вы бы причислили себя, если бы, ну, надо было выбрать, если бы Голубкина сказала, что вы обязаны как-то себя причислить. Козлы, свиньи, псы, коты. Вы знаете, наверное, в зависимости от времени года и от времени суток, да, и вот моего расписания, свободен, не свободен, я могу переходить из одной категории в другую совершенно спокойно. И люди со стороны будут делать соответствующие выводы. Я не буду говорить, что сегодня я надел маску козла, а сейчас я через пять минут сменю свиньё и так далее. Я стараюсь вести себя, как подобает человеку, свободному. Я стараюсь вести себя, как меня воспитали не только родители, но и мои друзья и учителя. А что из этого получается, это уже судить со стороны. Блестящий ответ. Вы могли бы быть дипломатом, но вы блестящий актёр, и вам не надо стать дипломатом. Огромное спасибо от меня и от Лёвы, который благодаря вам найдёт себе хозяев. Лёве, удачу. Если Лёва вдруг... Мне кажется, ему очень нравится у вас здесь. Ему нравится Хавенский. Как-то он здесь умиротворён. Если вдруг Лёва... Так-так-так. Не найдёт тёплых, дружественных, нежных, заботливых рук до 16 марта, приносите его на каток. Мы сделаем это. Мы двух котов в своё время удочерили, укатерили во время спектакля прямо. У нас есть практика с коллегами. Давайте Лёву просто попробуем сделать ему какую-то интересную, необычную судьбу. Попробуем. Не обещаю, но попробуем. Лёву просто попробуем. Спасибо. Спасибо.